Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Управление активами». И с нами сегодня наша коллега из города Гомель, Беларусь, Екатерина Вишнева. Екатерина, приветствуем вас! Всем здравствуйте! Как обычно, демонстрация точек стола. Да, давайте посмотрим. Мы хотим разгадать загадку, почему же золото стрельнуло на 8 баксов наверх, а серебро нет. Так, это у нас дневной график с золотом. Что нам здесь видно? Мы никак не хотим идти вниз. Все-таки наверх подтягивает золото. Сейчас у нас, если на А4 посмотреть, такой канал нижней границы 1180 и 1206. Этот уровень мы никак не можем все-таки пробить. Мне кажется, его должны пробить и пройти наверх. Я сегодня брала, но подтянула так без убыточек, конечно, меня выбило. Я сейчас хочу подождать, может, немножко пониже сходим. Хочу еще подкупить золото, потому что если все-таки мы пройдем 1206, я ожидаю, что до 1225 золото может пройти. Поэтому я думаю, его еще раз подкуплю сегодня. Так, ну, тоже смотреть нужно за уровнем 1206, потому что если все-таки мы его пробьем, тогда пойдем вверх. Если же нет, если, ну, хотя бы еще пару часов, там, не сможем закрепиться вверх, тогда, возможно, к нижней границе назад пойдем. Это 1180. Но если так смотреть, все-таки под нефть, то больше наверх она сейчас смотрится. Также и серебро. Это у нас длинной график. Мы сделали ложный побой такого уровня 14150. Такой у нас сильный уровень. Вот. Вот. И сейчас, я думаю, можно подкупить вот здесь. Вот. На этом. Вот сейчас даже с этих уровней, я думаю, подкупить. И, возможно, оно может пройти до 1497. 970. Вот туда можно попробовать постоять. Ну, если мы будем пробивать все-таки вниз, то нижняя еще граница у нас 1365, может туда сходить. Но если золото пойдет и тянут его вверх, то я думаю, что серебро тоже. Оно обычно бывает стоит-стоит, потом очень хорошо стреляет наверх. Поэтому я хочу подкупить серебра сегодня тоже. Вот даже сейчас с этих уровней, в принципе, его можно и подкупить. Так. Ну, вот пока такое видение немножко лонговое. Я не думаю, что мы прямо уже очень вверх пойдем, конечно, по металлам. Но немного все-таки какие-то движения наверх я ожидала. Вот. Ну, все, в принципе. У меня так все коротко. Да, мы поняли вас. Хорошо. Екатерина, так все-таки, как вы думаете, почему рынок, в принципе, средненько так сейчас, а золото так пошло на 8? Есть какие-то внутренние причины? Или вы даже не задумываетесь об этом? Ну, я все-таки думаю... Я даже не знаю, если честно, почему так. Ну, во-первых, мы очень хорошо снизим. Во-вторых, это, как я уже говорила, по сезонности мы в сентябре подрастаем, по-моему, там. Вот так. Две причины. Такая сезонность, не то, что мы уже подснизили, подснизили старше, поэтому сейчас покупают, по-думаю. То есть, виноваты... Насколько высоко мы пойдем, я не думаю, что высоко, потому что тренд все-таки, если так смотреть, шарфовый, но пора бы уже все-таки подрасти, поэтому... Пока сентябрь, я думаю, должен быть ландовый. Ну, нужно смотреть, потому что сейчас это все... Это же не только техника, но сейчас на металлы и тенданы, я вот... Поэтому нужно быть начеку. Все, это всегда. Ставить стопы. Если есть прибыль, подтягиваясь, прибыль вытащить. Пусть будет небольшая прибыль, но все-таки все равно, что есть прибыль. Вот. Ну, вот так пока что. Я понял. Ну, то есть, сентябрь виноват, я так понимаю, да? Ну, я думаю, что да. Сентябрь. Ну, потом все-таки, может быть, еще пониже снижение. Вот. Так что... Вообще, я думаю, такой более лонговый тренд, в том, как он в декабре где-то серединка начинается, когда больше идет наверх золото и серебро. Ну, а осеннее ралли, ну, такое будет, я думаю, небольшое. Но все-таки должно не быть. Вы как осеннее ралли относите сентябрь или сентябрь-октябрь? Ну, я думаю, с сентябрь до серединки, возможно, даже октября можем порасти. Ну, нужно опять-таки смотреть, потому что рынок уже каждый год меняется. Ну, попробовать рискнуть можно, почему нет. Я понял вас. Вы сами как планируете, если будете пробовать коротко, интродэй, или, может быть, на несколько дней, на неделю возьмете? Я думаю, на недельку, золото не знаю, как посмотрю, но серебро, я думаю, можно, если, не если, я буду, сегодня хочу купить. Сейчас подожду еще немножко хотя бы часик, да, посмотрю и хочу купить. Ну, на недельку, я думаю, по серебру постоять все-таки, а там посмотрим. Может, если получится, если все-таки мы пойдем, так как я думаю, нет, и будет уже прибыль, просто поставлю в результате, буду сдачу получать. Будет, может, и больше, когда стоять, если будем расти. Вот. Я понял вас. Ну, то есть, вот даже сейчас вот закончится передача, вы вполне себе, так сказать, на серебро будете смотреть, искать точку входа. Как найдете, так и возьмете, да? Да, да, мне нравятся, привлекательные сейчас эти уровни по серебру. По серебру, да, по золоту я заходила, но меня выбило. Ну, сейчас посмотрю, куда мы снимемся по золоту. Тоже хочу еще купить. А вы по золоту уже заходили в лонг? Да, я уже заходила сегодня, и меня выбило. Я понял. Немножко совсем получила заработать. Ну, ничего страшного. Главное, что это не убыток. Согласен, согласен. Ну, вас выбило по безубытку, я как понял. Понятно. Екатерина, понял вас, спасибо большое. Теперь о главном. Как девочки пошли в школу? Все ли им понравилось? Учителя, одноклассники, парты? Ну, ремонт так не очень, скажем. Парты, старшая говорит, стулья какие-то маленькие. Они с класса в класс переходят. Они в классе в одном не сидят. Ну, и так получилось, конечно, у нас, что первая на первую смену старшая ходит, а вторая на вторую смену. У нас с часа и с двенадцати и до вечера уроки. Поэтому у нас две смены. Немножко нам не повезло. Нет, ну, младшей-то повезло. Она может спать и там до десяти валяться. Ее все устраивает. Единственное, что маму, конечно, не очень устраивает. Но мы ничего не сделали. Ну да, так вы сразу двоих отправили и спокойно делами занимаетесь. А так одно отправили, вторую подняли. Одна ушла, вторая пришла. Все понятно. Да, да. Вот так вот получилось, конечно. Конвейер такой, что торговать особо вам так и некогда будет, я чувствую. Нет, я думаю, что будет все равно в любом случае. Когда они по раздельности, они как-то получше. Они не ругаются. Я могу их чем-то занять. Нормально. В принципе, я думаю, все равно не так, как они вдвоем. Когда вдвоем сожгли. Они очень спорят. Мне что-то не нравится. Я думаю. Приходится часто вмешиваться в эти споры. Меня зовут. Рассудите. А так, по одной все-таки проще и лучше. Ну и вообще, когда дочка один на один с мамой, без, так сказать, возможной поддержки со стороны сестры, она как бы мягче, я думаю. Один на один в чистом поле, это не так все просто. Понятно. Ну, в принципе, то есть, я так понимаю, школа принята нормально. Дети ходят. Все путем. Да. Все подружились. Первый день, конечно, сразу. Мы немножко без настроения старшая. Младшая у нас такая, что нас совсем не сдруживается. Быстренько. Ну, а старшая, естественно, ей сложнее. Потому что это третий класс. Как бы здесь она всего лишь два года походила в школу. Там. Поэтому ей проще. А здесь уже седьмой класс. Там как бы сформировался класс у нее. Там уже подруги. Поэтому ей немножко сложнее сейчас сольтить. Но, в принципе, она у нас такой дипломат. Она находит тоже общий язык. Пусть не со всеми, но теми, которые ее устраивают. Пару человек ездили. Ну, здорово. Здорово. А сколько классов, кстати, в Беларуси? Десять, одиннадцать? Одиннадцать. Одиннадцать классов. Да. Осталось нам пять лет. И все, и школа. У меня старшие бизнес закончат. И все. Быстро. Чужие дети быстро растут. И я их все маленькими. Даже свои быстро, вам хочу сказать. Растут. И очень быстро. Я не успеваю просто. Я их все маленькими числю. А скоро замуж будем выдавать уже. Ну да. Да. Понятно. 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 Ясненько. Екатерина, я рад, что у вас переезд все нормально. Особенно с детьми. Это самое главное, конечно, что школа понравилась. То, что две смены, конечно, вам тяжелее. Но что делать? Вот такая жизнь. Будем искать время, чтобы торговать. Да. По-другому никак. Ну как уже складывается. Планируешь одно, а как всегда получается совсем по-другому. Вот которые нас убеждают. Да. Это, знаете, вот нигде, ни в каком бизнесе ни один проект не реализуется, как был задуман. Никогда. Так что вот запланировали, так же по итогу никогда. Да. Так и в жизни. Поэтому живем сегодня. Планируем, конечно, что-то, но немного долгосрочно. Краткосрочный перспективу планируем. А там уже как-то. Живем практически интродэй, да? Да. Ясненько. 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 Самое главное, я вижу, что у вас в окне яркое солнце. Да. Ой, тепло. Вы знаете, я давно не помню ни лета такого, чтобы мальчик. Даже вот в сентябре. Мы вчера ходили, прогуливались уже 9 часов. Так тепло я с мальчиками ходила. Даже в сентябре у нас еще тепло. Можно сказать, даже в летом еще. Комары даже нас кусают. Они еще не осознали, что уже осень. И кай. Поэтому на осень там хорошая, тепло. Здорово, здорово. Отлично, Екатерина. Поняли вас. Спасибо вам за ваш обзор и рассказ о взглядах на жизнь. Спасибо за хорошие новости. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Вам всем тоже хорошего дня. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.